Санкт-Петербург, проспект Абуховской обороны. В середине 19 века здесь была Ткатская фабрика, затем небольшой чугунно-литейный завод. А после Крымской войны в 1857-м тут создается судостроительная верфь. Рубеж 19-20 столетий, эра железных дорог, в развитии которых Невский завод принимал прямое участие. Из его цехов вышло больше 4000 паровозов. Давай провернем, чтобы стык был в нужном месте. Вот сейчас для тебя проверну. Корабли и паровозы на Невском заводе уже давно не выпускают. Более 90 лет здесь делают газовые и паровые турбины, центробежные и осевые компрессоры, которые установлены на крупнейших энергетических проектах страны. Как раз этот ротор – одна из основных деталей газотурбинного двигателя, который стоит в газоперекачивающих агрегатах. Без них доставить голубое топливо потребителям невозможно. Для чего нужны вот эти лопатки? Лопатки, а именно вот эти ступени, необходимы для того, чтобы создавать избыточное давление. Вадим Высоцкий руководит бригадой на роторном участке. Следит за работой молодых специалистов Владимира и Владислава. Их задача – правильно подготовить деталь к дальнейшей сборке. Влад Володя на роторе. Сейчас мы производим стопорение кольца, именно первой ступени. Производим динамическую балансировку полностью ротора в сборе. Невский завод входит в состав рэп-холдинга. В декабре 2019 года его приобрела дочка «Газпрома» – «Газпром Энергохолдинг». Эта сделка поможет «Газпрому» стать крупным игроком на рынке энергетического машиностроения. Во-первых, спрос на индустриальные турбины сейчас растет. Во-вторых, в 2019 году в России запустили новую программу модернизации электроэнергетики. Она поможет развиваться российским производителям высокотехнологичного оборудования. Как раз такое выпускают в Петербурге. В 2018 году состоялся совет директоров «Газпрома». Утверждена новая стратегия «Газпрома» в электроэнергетике. Она помимо реализации мероприятий, направленных на модернизацию мощности, оптимизацию издержек, повышение эффективности, предусматривает очень важный и серьезный шаг. Это импортозамещение и локализация производства соответствующих компонентов и диверсификация в смежных отраслях. Сейчас в России идет максимальная локализация производства энергооборудования, а также ведутся разработки собственных газовых турбин. В госбюджете до 2021 года заложено 7 миллиардов рублей на научные исследования и опытно-конструкторские работы по производству силовых агрегатов большой мощности. А Невский завод уже располагает успешным опытом. В «Газпроме» есть комплексная программа развития газотранспортной системы, которая на достаточно широкий горизонт уже предопределила спрос на газоперекачивающие агрегаты. Сейчас завершается работа, направленная на завершение локализации. И к 2022 году «Рэпхолдинг» планирует выйти практически на 100% локализации своей головной машины. Это «Ладога-32». Именно такие роторы установлены в газотурбинных агрегатах «Ладога», которые, говоря по-простому, создают давление и обеспечивают движение природного газа по магистралям. С их помощью топливо уже, например, идет потребителям по морскому газопроводу «Турецкий поток». Окрестности Анапы – это последняя точка перед тем, как российский газ по трубам уйдет под воду. Компрессорная станция русская. Кстати, одна из самых мощных в России. Давление газа в Анапе нужно поднять до такой степени, чтобы тот дошел до Турецкого берега. Задача неординарная. Ведь на пути обычных сухопутных трубопроводов компрессорные станции стоят каждые 100 километров. Поэтому без труда поддерживают нужное давление. А тут газу придется преодолеть путь в 9 раз длиннее. На компрессорной станции установлено 7 газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32» единичной мощностью 32 мегаватта. Именно газоперекачивающие агрегаты в составе газотурбинной установки и нагнетателя выполняют функцию сжатия. Давление на выходе 28,5 мегапаскаль. Этого давления хватает, чтобы обеспечить транспорт газа на расстоянии 930 километров до Турецкого берега. Каждая «Ладога» стоит в индивидуальном здании. Ее работа должна быть согласована со всеми компрессорными станциями в длинной цепочке, берущей начало с газовых месторождений Ямала и Западной Сибири. Это у нас сердце компрессорной станции или нет? Мы находимся внутри газоперекачивающего агрегата и сейчас непосредственно находимся возле нагнетателя. Это та машина, которая обеспечивает непосредственное сжатие газа. А газотурбинная установка, похожая на авиационный двигатель, приводит в движение ротор нагнетателя, находится в соседнем отсеке. И мы газотурбинную установку называем сердцем компрессорной станции. До того, как в турбину подается воздух, он проходит через фильтры, после чего уходит в проточную часть двигателя. Затем в осевом компрессоре он сжимается до 19 атмосфер. Такой же можно почувствовать на глубине около 180 метров. Далее сжатый воздух поступает в камеру сгорания. Туда же подается топливо. Смесь поджигается, температура подскакивает до 1200 градусов Цельсия. И турбина начинает вырабатывать полезную мощность. Естественно, при сжатии газ нагревается. На выходе стоят аппараты воздушного охлаждения, которые охлаждают газ. Газоперекачивающие агрегаты «Ладога» работают и на других стратегических проектах. Например, в силе Сибири. Газ преодолевает путь больше 2000 километров от Чаиндинского месторождения до границы с Китаем, где топливо встречает компрессорная станция «Атаманская». Ее общая мощность – 128 мегаватт. Это три газоперекачивающих агрегата «Ладога» по 32 мегаватта и два «Урала» на 16 мегаватт. Рядом с «Атаманской» строится важнейший объект технологической цепочки поставок газа в Китай – «Амурский ГПЗ». Сюда на переработку поступит многокомпонентный газ с месторождений в Якутии. Это самый крупный газоперерабатывающий завод в России и второй по величине в мире. Мы будем перерабатывать 42 миллиарда сырьевого газа в год и выдавать 38 миллиардов товарного газа на экспорт. География поставок агрегатов Невского завода распространяется из-за полярный круг с суровым холодным климатом. Самая северная точка – полуостров Ямал, Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение. В данном представленном агрегате ГПА-32 «Ладога» совмещены самые последние, самые современные разработки. Все полностью в автоматическом режиме работает. Идет управление с операторной цеха, с операторной АБК. Люди занимаются только осмотром либо обслуживанием. Ведущий инженер-конструктор Невского завода Александр Сайченко рассказывает о преимуществах российских «Ладог». Помимо того, что работают в экстремальных климатических условиях, они еще экологичны и надежны, обладают высоким коэффициентом полезного действия и большим ресурсом работы. «Ладога-32» – это единственная в России производимая стационарная газотурбинная установка средней мощностью, соответственно, 32 мегаватта, которая обладает низкоэмиссионными характеристиками. Она полностью удовлетворяет требования российских экологических служб за счет того, что применена низкоэмиссионная камера сгорания. А что это означает, да, низкоэмиссионная камера сгорания? Это характеризует полноту сгорания топлива, то есть количество вредных выбросов COX, NOX в уходящих газах из газотурбинной установки. На рынке газотурбинных установок высокая конкуренция. Сохранять лидерство Невскому заводу позволяет в том числе и системная модернизация производства. Самая масштабная началась в 2007 году. Тогда обновили и построили больше 100 тысяч квадратных метров площадей, купили новые станки и оборудование, построили уникальные испытательные стенды, получили международные сертификаты соответствия. Один из этапов модернизации – это закупка современных токарно-фрезерных центров. Они и сами по себе большие, и внутри там детали немаленькие. И поэтому здесь очень важна точность обработки заготовок из металла. И вот представьте, здесь она достигает 10 микрон, то есть в сотню раз меньше одного миллиметра. Точность в каждой детали. Все части одного агрегата должны идеально соединяться между собой. Только в этом случае получится надежная и долговечная машина. В 2008 году завод приобрел лицензию на производство турбины мощностью 32 мегаватта у компании General Electric. В 2010-м ее запустили в серию, параллельно занимаясь процессом локализации основных узлов и вспомогательном оборудовании. И уже через два года «Ладога» стала оправдывать свое русское имя. Ее стали выпускать практически полностью из отечественных компонентов. Мы выпустили уже более 70 штук. В опытной эксплуатации находится 60 машин, которые мы, помимо того, что монтировали, мы сейчас и, в принципе, их обслуживаем. За несколько лет предприятию удалось локализовать мировые технологии и освоить выпуск современной газовой турбины. Добыча газа, его переработка и транспортировка, нефтехимия, металлургия, производство СПГ. Оборудование Невского завода применяют во всех отраслях, связанных с энергетикой. Причем не только в России, но и в Турции, Индии, Пакистане, Польше, других странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы делаем воздуходовки, которые используются для выплавки металла определенного качества, с нужной эффективностью и экономическими затратами. Металлурги заинтересованы. Именно наша продукция стоит на Новолипецком металлургическом кабинете, на Северстале, а также на Магнитогорском металлургическом кабинете. Владимир Гайдамако в турбиностроении с конца 60-х. Тогда он закончил техникум и уже на практике получал знания, которым не учат на лекциях. Я заметил, что у вас молодежь есть, вы обучаете ее, да? Да, поскольку приходится сейчас готовить кадры, берем молодежь и от школьной скамьи, и после ПТУ, и после техникум, и после института. И приходится где-то буквально за 3-5 лет ребята получают специальность, по которой они могут работать самостоятельно, как и без брака, будем так говорить. Что вы про них скажете? Руками приходят? Мы берем с руками. Приходят много разных кандидатов, но для нас требование аккуратность, точность, обязательность, понимание технических возможностей, техническая грамотность. То есть мы таких ребят берем, и из них получаются хорошие люди. Результат зависит не только от умений и талантов, но и от организации труда. На Невском заводе поняли, что порядок во всем экономит и время, и деньги. Принцип бережливого производства позволил сократить срок на сборку, в частности, ротора-компрессора для Ладоги, со 132 дней до 80, при этом не в ущерб качеству. Дело в том, что это стационарная машина, и в ней заложен очень большой ресурс. Ресурс более 30 лет. Это гораздо больше, чем у российских авиационных, естественно, стационарных машин. Александр Сайченко работает в инженерном центре, где еще порядка 270 специалистов занимаются техническим сопровождением проектов, а также разработкой новых перспективных установок и локализации продукции, выпускаемой по лицензии. Тестирование всех разрабатываемых и произведенных установок полностью курируется инженерным центром. Во-первых, научно-техническая база, собственный конструкторский центр, мощнейшая производственная база. Мы можем делать все под ключ. Полный производственный цикл, от металлургии до сборки и сердственного обслуживания. На российском рынке энергетического машиностроения начались большие перемены. За покупателей все больше борются предприятия, которые смогли локализовать производство. А это ровно то, что предполагает государственная стратегия развития отрасли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова